здравствуйте мои дорогие подписчики на канале голова садовая очень рада всем спасибо большое что вы смотрите и не напрягайтесь пожалуйста лайки там дислайки мне все равно если честно моя задача донести до вас знания а уже от вас зависит заберете вы их будете вы ими пользоваться или нет значит сегодняшняя тема соль поваренная натрий хлор ну казалось бы какое она имеет отношение к саду и огороду имеет и самое прямое вот смотрите у нас есть одно растение всем известное растение солянка это свекла не свекла а свекла не фекла фекла запоминайте правильно название я вам поправляю в комментариях а вы все едино пишите неправильно значит свекла растение солянка и приехала к нам из среди земноморья то есть она росла на таких кусах до коса это когда часть почвы уходит в море со всех сторон ее омывали соленые воды какого-то моря да потому вот в основном ее место проживания это среди земноморья в диком виде свекла от того что получит соль не станет соленой она как раз наоборот станет сладкой и ваша задача когда свекла у вас на огороде подросла и плодик уже как грецкий орешек хотя бы один раз полить ее раствором солевым ну возьмите 2 столовых ложки соли на 10 литров воды и сделаете это после поливки водой потом только под корень поливка соленой водой но сегодня речь не об этом хотя это тоже очень важно вот в этом году одна разовая поливка свекла ну невозможно в борще есть она просто как ну не знаю сладкая как мед называется значит а речь пойдет о саде когда вдруг вы видите что у вас пропало плодовое дерево яблоня например да засохла по какой-то причине сбросила лисе запоминайте и пожалуйста записывайте если непонятно посмотрите 2-3 раза видео не переспрашивайте меня писать очень долго я этого не люблю значит засыхает дерево по какой-то причине ваша задача взять что-нибудь сверлильное и высверлить ей ну на уровне там сантиметров 70 там можно метр высверлить ей отверстие так чтобы она вот такой ствол например да чтобы она дошло до середины древесины до середины вот здесь середина древесины и сделайте это чуть-чуть с наклоном а теперь возьмите трубочку возьмите кружку там или какую-то не знаю грелку емкость бутылку сделайте солевой раствор солевой раствор достаточно легкий это тоже где-то порядка ну не более столовой ложки с горкой на 10 литров воды не более не надо рисковать никогда попробуйте если получится на старом на засохшем не старом а засохшем дереве и не важно старая она или нет значит то вставьте трубочку введите ее в эту бутылку или там кружку так чтобы у вас емкость с солевым раствором было выше отверстия и это соленая вода потихоньку уйдет туда в дерево можете сделать это и повыше ну максимум там полтора метра и смотрите внимательно за этим растением она через некоторое время покроется зелеными листиками уж поверьте что это правда это не я придумала и вот в русских селениях в старых садах когда люди очень дорожили яблоневыми садами да они обязательно зимой в приствольные круги старых яблонь раскидывали соль но количество ее было очень и очень ограничено от 100 грамм это примерно где-то ну чуть больше пол стакана чуть больше либо 200 грамм а это стакан 200 граммовый но не совсем полная бы даже сказала вот на этот приствольный круг до учитывая проекцию кроны и отступив еще 20 сантиметров вне этого круга разбрасывали соль и дерево по снегу по снегу не по голой земле не сейчас пожалуйста не делайте ничего того чего делать нельзя вот по снегу придет февраль месяц вот пожалуйста все это потихоньку начнет таять и все войдет верхнюю часть земли особенно в этом нуждаются конечно вот эта внешняя часть корневой системы там где заканчивается проекция кроны дерева то есть где ветки до мысленно нарисуйте себе этот круг и 20 сантиметров отступить и вот туда и внесите но не более 200 грамм на взрослое дерево я надеюсь что вы меня слышите и понимаете о чем я говорю я вас всех очень и очень люблю всего доброго вам